Добрый вечер, уважаемые коллеги! Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно, откуда вы? Я смотрю с нами Абакан, Минусинск, Магадан, Калязин, Тверская область, Новосибирск, Тюмень тоже с нами, Подольск, Вологодская область, Смоленск, Барнаул, Мирный, Брянская область, Дядьково, Тюмень, Мурманскую область, Сургут, Омск, Курск, Воронеж, Белгород, Севастополь, Североуральск, Москва, Коми, Тюмень, Карачев, Нижневартовск, Миас, Межгородская область, Хакасия, Арзамас, Зеленодольск, Татарстан, Железноводск, Борисоглебск, Тамбовская область, Иркутская область, Междуреченск, Башкирия, Пушкино, Саратовская область, Свердловская область, Янао, Армавир, Краснодарский край, Челябинск. Хорошо, раз все видно и слышно, давайте будем начинать, поговорим сегодня об эффективном использовании дополнительных пособий на уроках английского языка и во внеурочной деятельности. Давайте тогда, раз у нас такой сегодня очень активный живой чат, спрошу вас, используете ли вы дополнительные пособия на уроках? Напишите, пожалуйста, да или нет. Используете ли вы дополнительные пособия на уроках? Да. Так, пишу, да, 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 да. Пока что все пишут только, да. Конечно, использую. Так, Динара Стопчук пишет, да, но не титульские. Я думаю, что скоро вы будете использовать ими их. Да, беру в интернете и во внеурочной деятельности. Хорошо. То есть, мы четко можем с вами говорить о том, что потенциал их использования у нас есть. А, коллеги, хотел вам сказать, что у нас есть, конечно, вкладка вопроса, но прошу вас писать и здесь, поскольку все свои вопросы, поскольку там на них очень сложно посмотреть. Я с удовольствием отвечу их в общем чате. Вот, да, для подготовки к экзаменам и для дополнительного чтения. Хорошо. Ну что ж, давайте поговорим. Раз затронули с вами неурочную деятельность сразу, то давайте вспомним, что же это такое и с чем это едят. Итак, неурочная деятельность организуется по направлениям развития личности, спортивно-оздоровительная, духовно-нравственная, социальная, общеинтеллектуальная, общекультурная. Время, отводимое на неурочную деятельность, составляет до 1350 часов. Ну, например, в начальной школе. В старшей школе тоже на это задается энное количество времени. Что может входить в неурочную деятельность, давайте вспомним. Это, конечно же, кружковая деятельность, это может быть элективные курсы, дополнительные курсы. То есть, все то, что входит в сетку дополнительных расписаний. Итак, выпускники школы приобретают коммуникативную компетенцию в совокупности ее составляющих. То есть, это то, к чему мы с вами стремимся, и поэтому нам это обязательно с вами нужно посмотреть. Итак, коммуникативная компетенция, как мы помним, состоит из речевой компетенции, языковой компетенции, социокультурной компетенции, компенсаторной компетенции, учебно-познавательной компетенции. Так, как добавить звук? Давайте, если плохо слышно, сейчас я немножко пошевелю его у себя. Если что, можно у себя попробовать настроить. Вот сейчас шевелю, должно быть хорошо. Обычно помогает. Если со звуком проблемы, то попробуйте прибавить его у себя. И все будет хорошо. Говорю я достаточно громко. Все замечательно. Итак, вот вы с вами посмотрели на них всех вместе. Давайте посмотрим поподробнее, что же входит в эти компетенции. Итак, в речевую компетенцию входят говорение, аудирование, чтение и письмо. В языковую компетенцию входят фонетика, лексика и грамматика. В социокультурную компетенцию взаимопонимание межкультурного общения в современном поликультурном мире. И это очень важный момент, поскольку сейчас огромный упор идет на толерантное взаимоотношение ко всем. Поэтому, конечно же, социокультурная компетенция занимает очень важное место в нашей современной жизни. Также компенсаторная компетенция. Выходы из трудного положения в процессе общения, словарные замены, дефиниции, жесты, мимика. Это именно те умения, которые очень хорошо выручат наших с вами учеников на экзаменах. Учебно-познавательная компетенция. Актуализировать метапредметные умения. О них мы сегодня тоже немножко поговорим. Обеспечивает функционирование всех коммуникативных умений и отражается в критериях их оценивания. Работа по ВГОС и современный урок. Что требуют они? Давайте подумаем. Может быть, вы добавите, я буду только рад и зачитаю ваши комментарии. Конечно же, они требуют достижения метапредметных результатов. Сейчас на это делается очень большой упор. Эта вещь достаточно новая. Что также они требуют? Индивидуализации учебного процесса. Разнообразных форм работы. То есть, современные дети, я только вчера был на конференции и слушал психологов, они требуют немного других форм работы. Они требуют разнообразных подходов. Вот Ольга Длеонидовна пишет, активные формы работы. Согласен абсолютно. Они также требуют креативного подхода к обучению, чтобы их учили мы с вами применять наш творческий подход. Также современный урок уже требует борьбы с решебниками, поскольку решебники – это наш с вами бич. Это практически борьба с витринными мельницами. Но если мы с вами работаем по дополнительным пособиям, то на 99% можно быть уверенными, что, конечно же, учащиеся у нас не найдут решебника к ним, либо ответа в интернете. Итак, эффективную подготовку к итоговой аттестации. Да, как всегда, обращаем внимание на начало и конец урока. Тоже очень важный момент, чтобы тему, то, как мы вводим новую тему и как мы проводим рефлексию, если я правильно понимаю. Эффективная подготовка к итоговой аттестации, поскольку это очень важный момент. Мы все с вами используем дополнительные пособия при подготовке к экзаменам. Мы также выделяем на это дополнительные часы. Даже если их нам не оплачивают, мы собираем ребят, которые будут сдавать, занимаемся с ними для того, чтобы получить хороший результат. Какие же у нас, давайте посмотрим, в первую очередь, будем рассматривать сегодня дополнительные пособия группами. И в первую очередь, давайте посмотрим на самую обширную широкую группу, это особенности книг для чтения. Таких книг достаточно много. Это, например, Deep Other Roots, это страницы британские истории. Это у нас, конечно же, серия книг Red Up, которая написана со 2 по 11 класс, исключая 6 и 7. Сейчас эти рукописи находятся в разработке. Итак, какая цель у книг для чтения? Способствовать становлению ученика как компетентного читателя. Это первостепенная цель, к которой мы двигаемся, когда используем книги для чтения. Итак, что применяется в этих книгах? Деятельностный подход к обучению чтению. То есть, когда у нас ребята, помимо того, что читают, еще что-то должны сделать после. Аутентичность текстов и заданий. Это очень важный момент. Помните, есть такие учебники и пособия, в которых текст явно написан на английском языке, но абсолютно русскими фразами. Такое тоже бывает. Жанровое разнообразие, исследовательско-творческий характер заданий, рефлексийный подход, интеграция видов речевой деятельности в единую концепцию, поскольку разделение, допустим, аудирование и говорение, оно достаточно условное. Потому что мы в один момент слушаем, в другой момент мы говорим. И от того, как мы послушали, будет очень сильно влиять на то, как мы будем отвечать. Поэтому, конечно же, необходима интеграция видов речевой деятельности. И подготовка к итоговой аттестации. Анастасия пишет. Редап обучающимся очень нравится. Тексты разнообразные и интересные. Давайте посмотрим. Хочу обратить внимание, что в эти книги также закладывается подготовка к итоговой аттестации, поскольку ряд упражнений сделан в формате итоговой аттестации как ОГЭ, так и ЕГЭ, так и в четвертом классе. Так. Страницы британской истории. Давайте посмотрим. Это книга, которая адресована учителям учащимся массовой школы. Представлена последовательно, в интересной и доступной форме, начиная с доисторических времен и заканчивая эпохой Тюдоров. Рассчитана на учащихся с 7-11 классов. Это та книга, которую вы можете совершенно замечательно использовать с любым учебником, для того, чтобы расширить познание ваших учащихся по теме страноведения Великобритании, для того, чтобы, допустим, подготовить какой-то проект и использовать серьезные валидные источники, которые будут при этом написаны тем языком, который будет понятен, например, семикласснику. То есть, у книги есть большой потенциал в использовании. Авторы Клары Сак-Нокалфен и Марианы Юлины Калфен. Давайте посмотрим на содержание этой книги. Как я говорил, начинается все с очень древних времен и заканчивается действительно Елизаветой I. Да, Елизаветой I, все верно. А также идет речь и Ирландии, и Уэльсии, и Шотландии, что тоже очень и очень важно. Вот Анастасия пишет, работаю по кузову, но с успехом читаем при любой возможности страницы. Мальчики в особенности в полном восторге. Конечно же, там же история Великобритании очень интересна с юным, молодым людям, поскольку было очень много войн, очень много различных страстей, которые имеет смысл знать и прочитать. Вот, например, один из разворотов, где развивается языковая компетенция. Мы читаем вот самый-самый первый текст. И у нас есть выделенные слова. Это новые слова, на которые дается перевод в мини-голоссарии. Также у нас есть задание для того, чтобы получить ответы по тексту. Есть еще одно очень интересное задание, третье, где нужно перескать текст, пользуясь картинками. Замечательно подойдет для подготовки к итоговой аттестации, поскольку в данном случае будет как работа с картинкой, так и работа с планом, поскольку картинки представляют своего рода пункты плана. Что тоже будет очень и очень интересно. Тоже интересный разворот. Хочется показать, как комплексно в каждом упражнении развиваются различные умения. Например, рычевая компетенция обучения письмо и чтению развивается в пятом и девятом упражнении. В пятом нужно написать свой собственный рассказ о имени Уэльсе. В девятом упражнении напротив каждого утверждения напишите True-False or Not Stated. Кстати, опять-таки, очень важное задание для подготовки к итоговой аттестации. Социокультурная компетенция будет шестое задание. И учебно-познавательная компетенция у нас будет в седьмом задании, где необходимо заполнить таблицу в соответствии с тем, к какой стране относятся данные понятия. Это будет либо Шотландия, либо Уэльс, либо Ирландия. Судя по содержанию, материал пособия очень интересный для моих сорванцов, которых очень трудно заставить что-либо почитать. Конечно, заказывайте. Книга достаточно недорогая в нашем интернет-магазине. И, собственно говоря, только и ждет вас, когда вы ее откроете и начнете по ней работать. Опять-таки, у нас сейчас в мае пойдут резервные уроки, на которых мы обычно хотим что-то повторить. Но повторять одно и то же из учебника немножко грустно и скучно. Поэтому стоит использовать все то же самое, но только на примерах, например, вот такого замечательного дополнительного пособия. Вот Алена Евгеньев пишет. В обновленной версии, например, все задания даны на английском языке. Добавлены проектные задания. Да, это еще пример из предыдущей версии. То есть, совершенно замечательно можно воспользоваться. Итак, еще одна интересная книга. Это пособие Deep Other Roots. Автор Гурьева. Совершенно замечательная вещь. Представляет собой краткое историческое введение в курсы страноведения и лингвы страноведения. Опять-таки, тоже интересно излагает историю. Можно использовать в 10-11 классе в школе. Если очень сильная группа, то можно даже и в 9-м. Даются дополнительные задания, что найдет, конечно же, широкий круг читателей и даст возможность вашим учащимся полюбить британскую историю и заинтересоваться текстами чтения о ней. Вот, например, совершенно замечательный рассказ про Уильяма Шекспира, который, конечно же, вы можете прочитать, можете ответить на вопросы по тексту. Что же будет развивать как навыки чтения, так готовить к экзаменам. Это можно использовать, конечно же, на элективных курсах, как пишет Ольга, совершенно согласен. То есть, возможностей очень у нас с вами много. И, наконец, хочу познакомить вас с еще одной серией книг. Многие с ней, конечно же, знакомы. Так, страница британской истории. Автор Клары Сакна Калфман и Мариана Юрина Калфман. Очень хорошо всем известны авторы, которые написали и эту замечательную книгу. Итак, серия пособий RedUp, в данном случае мы видим RedUp для второго класса, имеет массу примечательных особенностей. Во-первых, он универсален. То есть, его можно использовать с любым учебником, который у нас составлен по ВГОС. Соотносится с примерной программой. То есть, все темы взяты именно оттуда. Но дается все в очень интересной, такой увлекательной форме. Давайте посмотрим. Казалось бы, второй класс и читать. Вот, пожалуйста, прочитай рассказ, реши кроссворд. Здесь идет акцент на букву I, поскольку она везде выделена. Также в кроссворде, вот в рыбке эта буква заложена. Нужно вставить все необходимые слова. Если мы их вставили, то, соответственно, мы поймали рыбку. Слова все берутся из четырех предложений, такого маленького текста Teams Fish, который у нас заложен в комикс. Смотрите, как у нас развивается учебно-познавательная компетенция и речевая компетенция. В третьем задании учебно-познавательной компетенции. Догадайся, сколько рыб в каждом ведре. У кого больше? Сразу сниму утренний вопрос. Fish здесь абсолютно уместно. Это имеется в виду различные виды рыб. И так можно. Тоже интересный момент, с которым можно познакомить наших второклассников. И речевая компетенция. Прочитай тексты и соотнеси их с фотографиями рыбок. Тоже хорошее упражнение, которое уже начинаем готовить сразу к итоговой аттестации, как в четвертом, так в девятом, так и в одиннадцатом классе. Языковая компетенция. Очень интересный текст, интересна его подача. Когда нужно прочитать стихотворение, выделяя интернации подчеркнутые слова. Очень хорошо помогает. Также утром был дан Слава Анисову Ткаченко. Совершенно замечательный совет, когда она предлагает учащимся читать то в пессимистичной ноте, то предлагает почитать с радостью этот текст, что тоже хорошо отрабатывает интонационный рисунок. Также развивается здесь и речевая компетенция. В третьем задании нужно прочитать стихотворение и найти картинки для каждой строчки. Это и готовит к итоговой аттестации и развивает, конечно же, науки чтения. Для сравнения давайте посмотрим на редап для десятого класса. Это учебное пособие одной из серий книг редап. В данном пособии, конечно же, заложено задание, которое помогает подготовить к итоговой аттестации, в данном случае ЕГЭ. Рассчитан на 35 часов, но задания построены так, и вообще тема, что вы можете использовать их в том порядке, когда вам удобно. Так и, собственно говоря, можете использовать именно те разделы в том порядке, которые вам нравятся. Уважаемая Мария, сертификат будет по отдельной ссылке в самом конце. Я думаю, что вы успеете переделать очень много дел, если вам не сильно интересны наши сегодняшние встречи. Так, но не переживайте, он будет. Ну, а всем остальным предлагаю посмотреть на разворот страницы серии из книги ребят для десятого класса, где развивается социокультурная компетенция. Что еще интересно, вот я до сих пор нахожусь под впечатлением от вчерашней лекции у психолога, и там говорилось о том, что у нас с вами сейчас учащиеся стали прагматиками, очень сильными прагматиками. И когда нам с вами говорили «надо», мы отвечали не «зачем» и «кому это надо», как сейчас, а мы отвечали «надо значит надо», «надо значит сделаем». Ну вот, они же отвечают «зачем нам это надо» и «кому это надо». Поэтому интересно предлагать им такие задания, которые очень привязаны к жизни и практике. В данном случае нужно заполнить достаточно стандартную форму в интернете, которая и предлагается им заполнить для того, чтобы выполнить данное задание. Что очень хорошо поможет развить социокультурную компетенцию и, собственно говоря, заинтересовать тем материалом, который вы даете. Итак, компенсаторная компетенция. Тоже у нас заложена в серию книг ReadUp, например, в упражнении 5, где нужно «find and detect the words and phrases involved that mean». То есть нужно поработать с дефинициями и найти к ним необходимые слова. Очень хорошо помогает подготовить к итоговой аттестации. Поскольку, например, в устной части, когда у нас учащийся забыл какое-то слово, ему бы очень помогла дефиниция. И, собственно говоря, этим можно помочь им. Также это поможет и в письменной части. Я думаю, что очень-очень сильно. Итак, вот пишут в чате. «Приобрели ваши пособия страницы британской истории. Deep Other Roots в интернет-магазине. Очень удобные пособия, прекрасные. Всем советую». Да, вот видите, коллеги его используют и очень успешно, поэтому, конечно же, приобретайте. Анна Петровна пишет. «Ольга, я купила портфель, предметный, видимо, портфель. Мне показались задания очень интересные. Там еще и картинки красочные. Прям приятно держать в руках. Посмотрела по темам, отлично подходит к моим классам. Я веду по биббалетовой и по кузову его». Да, это книга, мы о ней поговорим, тоже очень интересная. Итак, еще один пример из Red Up для 10 класса, где показано, как развивается речевая компетенция, обучение, чтение и говорение и социокультурная компетенция. Итак, если говорить про речевую. В восьмом задании нужно прочитать заголовки известных газет и сказать, с какими вы из них согласны, с какими нет. Это задание, опять-таки, очень помогает работать с прагматиками, поскольку можно сказать, что любой из себя уважающий бизнесмен обязательно читает англоязычные газеты, либо просто какой-то ученый, если они не хотят быть бизнесменами. И, собственно говоря, с другой стороны, готовит к устной части, поскольку дает возможность выйти на продуктивный вид речевой деятельности и говорения. Социокультурная компетенция. Тоже очень интересный вопрос. Вопрос на обсуждение, на говорение. Which elements from your own life do you recognize in these extras? То есть, об этом тоже можно поговорить. Тоже очень интересно. То есть, опять-таки, это будет еще и своего рода рефлексия, которая нам с вами очень необходима. Так вот, Ольга Андреевна пишет. Анна Петровна, спасибо за отклик, значит, не зря я жду книжку. Конечно, не зря. И вот мы к нему подошли. Это метапредметный портфель для ученика 4 класса. Книга на сегодняшний день уникальная, поскольку ничего подобного ни у кого нет. Никто из авторов даже подобного ничего не придумал. Поэтому заказывайте, конечно же, используйте. И эта книга, на мой взгляд, входит в категорию «Работа ПАВГОС». Поскольку нам с вами нужно достигать метапредметных результатов, развивать метапредметные умения. И, собственно говоря, все это заложено в эту книгу. Кому будет интересно подробно это посмотреть, у нас есть авторский вебинар Алены Евгеньевны Козевичевой, которая, как автор этой книги, рассказывала, можно посмотреть видеозаписи. Я скажу кратко, поскольку лучше, чем она, рассказать и не могу. Итак, в данном случае мы видим с вами самый первый разворот, где есть у нас Джим, который является другом по переписке наших с вами учеников, задает определенные вопросы. И самым первым этапом нам нужно сделать ответное письмо, приклеить фотографию, возможно, нарисовать какие-то рисунки. И, собственно говоря, заполнить пропуски там, где это необходимо. То есть, опять-таки, мы учимся работать по плану, и мы приучимся правильно писать такие письма, что тоже очень важно, например, на экзамене в девятом классе. Так, можно ли использовать портфель «Crainbow English»? Да, конечно же, можно. Объясню, почему. Потому что он у нас построен на примерной программе. Темы, которые проходятся в любом учебнике четвертого класса, заложены здесь, и поэтому подходят к любому учебнику. Опять-таки, разделы можно использовать, как говорит Олена Евгеньевна, в том порядке, которым вам удобно. Главное пройти вот самый первый вот этот вот раздел, где даже часть раздела, где необходимо познакомиться с этим Джимом и ответить ему на письмо, для того, чтобы понимать, о чем будет идти речь дальше. Так. Да, вот Олена Евгеньевна тоже пишет. У нас к некоторым книгам, постепенно мы насыщаем, в интернет-магазине появляются страницы, которые можно посмотреть для того, чтобы понять, что же заложено в ту или иную книгу. Так. Скажите, пожалуйста, планируется ли создание пособий для пятого класса, метапредметный портфель. Если он будет использоваться спросом, а пока что спрос у нас очень идет активный, в Москве на педмарафоне не осталось ни одной книжки, из тех, что мы привозили, привозили много, то, конечно же, рукопись для пятого класса готова и имеет право быть. Так. Вот, Олена Евгеньевна пишет, коллеги, планируется. Итак, что у нас еще есть? Самый последний раздел этой книги, School in the Magic Mirror. Здесь я хочу обратить ваше внимание на то, что очень обычные, обыденные наши темы, темы из любого учебника, даются в очень интересной форме. School in the Magic Mirror, то есть, соответственно, школа в магическом зеркале. Уже само название интригует и предполагает, что наши учащиеся заинтересуются тем, что же от них потребуется и о чем будет идти речь дальше. И, собственно говоря, в этом разделе есть замечательное задание с разбитым зеркалом, где даются буквы. Здесь даны буквы всего алфавита, что позволяет повторить алфавит. И нужно находить по инструкции эти буквы и вставлять в строчку. Это первая строчка небольшого стихотворения. Учителя на вебинаре Олены Евгеньевны с удовольствием выполняли это задание и проявили огромный интерес. Я уже думаю, четвероклассники проявят его еще больше. Также очень интересное задание на мозговой штурм, где необходимо расставить слова, подобрать ассоциации к слову «школа», что тоже будет очень полезным. Также там есть те слова, которые, конечно же, к школе никак не относятся. Вот, Анна Петровна пишет. Сейчас открыла книжку, смотрю на это задание, само интересно разгадать даже. Вот, Борис Иванович пишет. Титул с давних пор идет не только много, со всеми новшествами в обучении иностранным языкам, но и во многом их предопределяет. И опережает. Спасибо всем авторам и работникам. Пожалуйста, очень приятно от вас слышать такой теплый комментарий. Итак, давайте с вами посмотрим. Это тот частый вопрос, который возникает у нас при общении в профессиональном сообществе и в чате. Когда использовать и применять дополнительные пособия? На самом деле, времени для их применения достаточно много. Ну, конечно же, на резервных уроках. Некоторые коллеги, правда, говорят, что на резервных уроках это уроки для повторения. Почему бы не повторить какой-то материал, но с дополнительным пособием, то есть немножко в другой форме. На факультативах в школе у каждого из нас обязательно есть какие-то элективные курсы, кружки. Почему бы не применить их там? И, конечно же, во время урока английского языка как дополнительные упражнения и или для замены некоторых упражнений учебника, например, проектные работы. Нам совершенно никто этого не запрещает делать, ни в ГОС, ни закона об образовании, поэтому почему бы их не использовать и там? Опять-таки, если говорить о ГОС, ГОС требует от нас индивидуализации обучения. И если говорить о индивидуализации обучения каждого учащегося достаточно сложно, то об индивидуальной траектории определенной группы учащихся говорить можно. Допустим, если учеников западает, на ваш взгляд, развитие метапредметных наук и умений. Почему бы не использовать метапредметный портфель? Если вы боитесь, что они плохо подготовятся к итоговой аттестации в четвертом классе, почему бы не использовать итоговую контрольную работу для четвертого класса, пройти несколько тестов, для того, чтобы снизить у них стресс и дать понять, что все на самом деле не так сложно. Если чтение, опять-таки, есть серия книг RedUp, есть книги. Если социокультурная, нужно развить компетенцию. Опять-таки, страницы британской истории, Deep Up Rules. То есть, очень много различных пособий, которые помогают перекрыть вот такие потребности у наших учащихся. И, конечно же, их нужно использовать при подготовке к итоговой аттестации. Мы их обязательно используем, мы используем тесты, мы используем задания, которые у нас в формате ОГЭ и ЕГЭ, в принципе. Поэтому, конечно же, можно найти время для того, чтобы их применить даже непосредственно на уроках. Итак, вторая такая группа книг. Это у нас, мы больше говорили в первой части о книгах для начальной школы. Сейчас мы поговорим о средней школе и такие книги, которые у нас направлены на развитие социокультурной компетенции и подготовке к экзаменам. И первая книга, с которой я вас хочу познакомить, это книга «Урал», автор Ставратия, которая нам рассказывает, готовится ли новое доп. пособие. Да, готовится целых семь книг Клары Сакон и Калфман, которые она только недавно, в совместность с Марианной Юриной Калфман, которые они не так давно представляли, буквально в конце марта. Ждите очень скоро, мы их будем еще раз представлять, как только они выйдут. Очень интересные и увлекательные. Да, вот как пишет Алена Евгеньевна, в издательстве «Титул» всегда готовится что-то новое и интересное. Но я сегодня уже одну последнюю новинку озвучил. Озвучу сейчас еще несколько новинок. Для многих еще ни разу не использована была книга «Урал», хотя на самом деле она очень интересная. Потому что, например, в Центральной России у нас практически учащиеся не знают, в данном случае книга предназначена для средних и старших классов, о том, что же у нас творится на Урале и за Уралом. Поэтому, собственно говоря, и предлагается использовать вот эту замечательную книгу. В этой книге, например, вот завивается языковая компетенция, лексика. Как мы видим, даются мини-глоссарии, также дается текст, которым используется эта лексика. Есть о чем почитать, есть о чем поговорить. И это тоже будет своего рода подготовка к экзамену, потому что, если на экзамене учащемуся попадется какой-то текст о Урале, ему будет уже намного проще, потому что он будет владеть, в принципе, информацией о ней. И про Сибирь бы хотелось книжку. Но Урал от вас близко. Можно начать с Урала. Если вы напишете, пришлете нам рукопись, то мы ее рассмотрим. Как всегда говорит Алексей Васильевич Канавеев. И давайте перейдем к такой очень большой группе дополнительных пособий. Это подготовка к итоговой аттестации непосредственно. Что требует от нас подготовка к итоговой аттестации? Задействование большого количества дополнительной литературы. Без нее мы никак не можем обойтись. Без нее мы как без рук. Дополнительные подготовки учащихся. Потому что их нужно натренировать, конечно же, выполнять тесты, приучить к формату, выполнить с ними массу заданий формата ОГЭГ, в принципе, для того, чтобы они легко с ними справлялись, развили стратегию их выполнения. И использовать разнообразные формы приема при подготовке. Потому что с одной стороны тесты, это, конечно, замечательно, но если все время использовать только тесты, то наступит момент перенасыщения и утомления учащихся, когда на экзамене они могут сделать ошибки только лишь от того, что им кажется, что это слишком легко и просто. Вот, Алексей Васильевич пишет. Новые пособия готовятся. Например, в конце апреля в типографии придут 6 новых книг. Как я говорил, Клара Сакна-Калпина, Мариана Юрина-Калпина, стихи и песни для школы, стихи и песни для школы, книги для чтения 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х и 10-х, 11-х классов. Вот, пожалуйста, новинки готовятся все время. Да, вот Алена Евгеньевна ответила про Урал, что в этой книге есть песни с записками, и есть тематический план, который можно использовать как программу. Так, вот скажите, пожалуйста, куда мне написать, я не могу переустановить, бизнес-ингридж на support.sobaka.com for you.ru Конечно же, вы можете написать, и вам с удовольствием подскажут и помогут. Собственно говоря, этим и отличаются лицензионные версии продукта от пиратских. Пираты вам не придут и не помогут в сложной ситуации, а мы готовы оказывать поддержку всегда. Так, Урал предназначен для 7-х, 11-х классов. Учебное пособие Москва. Который, к которому я хочу вас познакомить, как раз имеет очень много заданий формата ЕГЭ, что поможет сдать экзамен и подготовить к нему в интересной и познавательной форме. Давайте посмотрим. Например, нам нужно написать эссе, в данном случае про Булгакова. Дается опорный текст, с этим всем можно поработать. И развивается, конечно же, речевая компетенция. Языковая компетенция также развивается. И, кстати, у нас есть такие задания в итоговой аттестации. «Complete the text below the words from the boxes». У нас тоже есть задания на экзаменах, когда нужно заполнить пропуски. Собственно говоря, такое задание предложено и здесь. Также есть очень интересное пособие «Санкт-Петербург». Что Москва, что Санкт-Петербург, они еще нам помогают учащимся становиться, возможно, и с профессиональной точки зрения. Может быть, кто-то из них начнет потом водить экскурсии по Москве и Петербургу, прочитав эти замечательные книги. Итак, учебное пособие «Москва» и «Санкт-Петербург» оба предназначены для 10-11 классов. Они способствуют развитию общеучебных умений, формируют информационную компетенцию и, конечно же, готовят к экзаменам. Давайте посмотрим. Итак, например, совершенно замечательное задание для подготовки к экзаменам и развития языковой компетенции, в данном случае расширения лексического запаса. Это задание «Йоглоссарай», где нам необходимо написать слово, написать к нему дефиницию и написать пример использования данного слова. Если они на экзамене забывают, соответственно, слово, им на помощь приходит дефиниция. И, опять-таки, это помогает комплексно и намного лучше запомнить новые слова. А про речевую компетенцию. Еще есть очень интересное задание. Это 2B и 2D. Так, страница какая не видно, но тем не менее. А значит, в 2B задание нам нужно распределить тексты по порядку, расставить к ним заголовки, что очень важно. А в 2D нам нужно выяснить, что является верным, а какие утверждения являются неверными. Такие задания, как мы знаем, у нас есть в итоговой аттестации в 11 классе, поэтому, конечно же, очень интересно выполнить их здесь, когда они идут непосредственно в ходе занятий по данному пособию и даны в такой красочной форме. Всем хочется про свои края дополнительные пособия. Хорошо. Я думаю, что Алексей Васильевич смотрит вебинар, и мы все, все редакции подумаем над этим. Итак, вот еще одна замечательная книга. Это электронный учебник. Business English for Schools. Книга совершенно замечательная. Во-первых, потому что она электронная, и вы ее можете получить буквально через 5 минут после того, как ее оплатили, находясь даже во Владивостоке или Сахалине. Во-вторых, она замечательна тем, что в ней очень много заданий озвучено. Озвучено профессиональными английскими актерами. В-третьих, она замечательна именно по своему наполнению. Мне вот очень нравится тема Give a Presentation. В данном случае в ходе занятий мы учим наших учащихся правильно строить свой монолог на ту или иную тему. Правильно строить свою презентацию. То есть, мы учим их говорить, причем говорить продуктивно и в жизненной ситуации, что для них сейчас очень важно. Что тоже поможет им как при подготовке к экзаменам, так и в дальнейшей профессиональной деятельности. Анна Мальцева спросит, где можно купить VideoRows? В нашем интернет-магазине. Вот, пожалуйста, ссылку дала Алена Виннина Козевичу. И такой вот у нас обзорный слайд, в котором мы рассказываем о том, что какие у нас пособия есть. Только-только вышли итоговые контрольные работы и буквально на днях вышел метапредметный портфель, который готовит как раз к экзамену в четвертом классе. Метапредметный портфель помогает проводить мониторинг в четвертом классе. В девятом классе у нас есть ОГ-2015 Наталья Николаевна Трубаневой. Есть у нас ОГ-чтение автора Кащеева, есть ОГ-устная часть Миллорода. И что очень приятно, что в итоге у контрольных работ для четвертого класса, что в Миллороде на ОГ-устная часть у нас есть QR-коды и ссылки для того, чтобы абсолютно бесплатно скачать к ним аудиоприложения. Так. В одиннадцатом классе можно использовать Олимпиады по английскому языку, которые также помогают готовить к экзаменам, к ОГ-е, к ЕГ. Можно использовать ЕГ-устную часть автора Владислава Петровича Миллорода. Можно использовать ЕГ-типичные ошибки. К ЕГ-устной части опять-таки как и к Олимпиадам есть QR-коды, по которым можно скачать аудиофайлы для того, чтобы полноценно заработать по этим книгам, причем скачать их абсолютно бесплатно. Итак, давайте познакомлю вас с новинкой для тех, кто еще не успел или не слышал о ней. Итак, это сборник итогово-контрольных работ, который содержит задания на все виды речевой деятельности. Задания тестов соответствуют примерной программе по иностранным языкам для начальной школы. И самое главное, это подходит к любому учебнику. То есть, вы можете использовать абсолютно с любым учебником в четвертых классах. Также можно использовать эту книгу как входной контроль в пятом классе. То есть, возможностей у этой книги тоже очень много. И опять-таки, аудиоприложение совершенно бесплатно можно скачать по QR-коду или ссылке. Итак, контрольные умения письменной речи. Как мы видим, нужно написать опять-таки письмо, заполнить адрес, формулировка письма и его структура соответствуют тому, который предполагается в ОГЭ девятого класса, поэтому все очень удобно и хорошо. контрольные умения говорения это два задания дается на монолог и на диалог всего можно получить 10 баллов. Какие же это могут быть задания? Расскажи, как ты проводишь выходной день. В твоем рассказе должно быть менее пяти предложений. Расскажи. И дальше идет план. Разыгайся на кластиком диалог, узнай. И опять-таки идет план из пяти пунктов, что в первом случае, что во втором, очень хорошо помогает проконтролировать умение говорения. Итак, очень интересной в этой книге является система оценивания, которая соотносится с системой оценки международных уровней, так и с нашими привычными оценками. Сейчас я расскажу чуть более подробно. Итак, каждая часть оценивается в баллах, по одному баллу за каждый верный ответ. Аудирование максимально 5 баллов, чтение максимально 5, лексика и грамматика 10 баллов по 5 на каждый вид речевой деятельности, говорение максимально можно заработать 10 баллов, 5 на монолог и 5 на диалог. Да, в книге у нас 4 теста. 10 баллов. И, собственно говоря, приведены эти баллы к нашим школьным отметкам очень простым принципам, процентным соотношением. Соответственно, у нас получается от 29 до 35 баллов это пятерка, от 22 до 28 это 4 балла, от 17 до 21 балла это 3 балла и, конечно же, менее 17 баллов это будет оценка двойка уже. То есть, соответственно, нам очень удобно и понятно, как работать с данными итоговыми контрольными работами. Вот пишет Татьяна Сергеевна, здорово, что большое внимание уделяется начальной школе. Конечно же, это очень важный этап, на котором закладываются все основные кирпичики дальнейшего обучения английскому языку. Так, как прослушивать в итогово-контрольных работах тексты. Очень просто, можно скачать по QR-коду либо пройти по ссылке и также скачать абсолютно бесплатное аудиоприложение, с которым очень удобно работать. Да, процентность подсчетов соответствует еще и формату МЦКО для тех, кто работает в нем. Итак, продолжаю вас знакомить с книгой и метапредметный портфель, который помогает нам проводить мониторинг метапредметных результатов. В данном случае нам нужно поставить слова, распределить слова по трем группам. Какие группы у нас соответственно написаны. Все это совершенно замечательно можно сделать и такое задание, конечно же, будет помогать развивать метапредметное мнение и потом при помощи таких заданий их контролировать. Еще одно очень интересное задание, где нужно расставить комнату в зависимости от количества стульев в них. Поставь номер картинки и напиши, сколько стульев в комнате. Так мы отрабатываем числительный, внимательность и, конечно же, достигаем метапредметных результатов. еще нам помогает в подготовке к итоговой аттестации редапт для соответствующего года обучения. В данном случае я даю пример из четвертого класса, из десятого класса, как готовит редапт для десятого класса. Я показывал к итоговой аттестации чуть ранее. В данном случае нам дается очень интересный текст, особенно в связи с выходом фильма. Все уже точно о нем узнали. Это текст о Иваново Поддубном русском Геркулесе. К тексту дается задание, например, выбери правильный ответ на вопрос, обведи соответствующую букву. Такие задания у нас есть в итоговой аттестации. Следующий так, да, ну вот нужно правильно ответить на вопросы. Мне показалось, как будто там еще одно задание есть. Итак, на этой странице. Еще одна новинка буквально недавно вышла в свет книга ОГЭ английский язык чтения тренировочные тесты. Данная книга содержит 15 тренировочных тестов для подготовки к чести чтения ОГЭ по английскому языку. Тоже очень важный момент. Опять-таки есть ключи к тестам, которые помогают заниматься самостоятельно. Тематика и уровень сложности соответствуют реальным инзимационным заданием. И, конечно же, ее можно использовать с любым курсом по английскому языку. Да, вот спрашивают еще дополнительные пособия. Можно использовать у Клары Сакон и Калтман, рабочий цитраде подготовка к ОГЭ для 9 класса и рабочий цитраде к учебникам для 10 и 11 классов. Большая рубрика там присутствует для подготовки к ОГЭ. Множество материалов для подготовки ко всем частям экзамена. Так. Давайте посмотрим на один из разворотов. Это в данном случае будет 13-й тест. Мне он очень нравится за то, что в нем есть замечательный текст про канадский английский. То есть, его и почитать интересно, и, соответственно, подготовка пройдет более качественно. еще одна новинка это ОГЭ английский язык устная часть, с которой тоже можно познакомиться и поработать. Содержит 15 тренировочных тестов для подготовки к устной части ОГЭ по английскому языку. Все соответствует формату экзамена устной части 2016 года. Тематики соотносятся с темами примерной программы. Ну и, как я говорил, очень приятно, что аудиоприложение можно скачать благодаря современным средствам QR-коды либо прямой ссылки абсолютно бесплатно использовать в своей работе, а не искать, куда бы вставить ауди-диск. И вот один из разворотов этой книги, это самый первый тест на тему Family Life, где дается задание формата ОГЭ устной части, нам их необходимо выполнить. Обратите внимание, что хоть картинка черно-белая, но тем не менее очень качественная, поэтому тоже с ней удобно работать. Еще одно пособие, которое помогает нам с вами в работе, расширяет возможности учебника, это ЕГЭ устная часть по английскому языку, автор также Радислав Петрович Миллот, также есть бесплатное аудио, построена книга очень интересно, состоит из 40 упражнений на каждое задание устной части, что дает возможность нам создавать от 40 до 160 уникальных тестов, самостоятельно выбираем на те задания, которые нужны. Вот Ирина пишет, я купила эти два пособия на педмарафоне, очень довольна. Вот видите, коллеги пишут постоянно, что спасибо большое, что очень удобно в работе и их приятно использовать. Давайте посмотрим на несколько примеров. Итак, вот первое задание, одно из четырех, где необходимо прочитать текст вслух, временная подготовка удается полтора минуты. Вот такие тексты у нас здесь заложены, что очень приятно, все эти тексты озвучены, начитаны носителями языка. И в этих текстах очень много числительных, с которыми обычно справится трудно нашим выпускникам, и, соответственно, есть возможность их потренировать. Также там заложено очень много таких сложных слов, которые опять-таки помогают подготовиться к экзамену. Второе задание, где необходимо ознакомиться с рекламным объявлением и задать пять вопросов на основе ключевых слов. Опять-таки даются интересные такие рекламы, дается план для того, чтобы правильно задать вопрос, поэтому все это очень можно хорошо использовать. И покажу вам четвертое задание, где нужно сравнить две картинки. Вот они у у нас с вами заложены, картинки качественные, хорошие, поэтому с ними можно очень хорошо поработать. И хочу вам еще сказать про книгу Олимпиады по английскому языку подготовку ГИГ для девятых одиннадцатых классов авторы Махмуряна и Мельчина, очень серьезные специалисты в этой области. Задание направлено на подготовку олимпиадам учащихся девятых одиннадцатых классов, даются критерии оценивания ряда творческих заданий, даются краткие рекомендации, идет разбор типичных ошибок учащихся, и что очень приятно, если раньше там был диск, то теперь вы совершенно спокойно можете скачать аудиоприложение по QR-коду или ссылке. Также эта книга позволяет развивать у школьников критическое мышление, творческие способности и умение самоанализа и самооценки. Вот например задания на аудирование. Все эти задания очень соотносятся с ОГЭГ, поскольку устные части построены на опыте проведения Всероссийской Олимпиады. В данном случае нужно прослушать диалог и обвести правильные варианты ответа. Идет отработка фразовых глаголов. Тоже очень хорошая подготовка к экзаменам, например, к устной части, для того, чтобы у ребят не возникло никаких проблем с выполнением заданий на экзамене. Тоже очень интересное задание, очень похоже на задание, которое заложено на СВОГ и ЕГЭ, но даны чуть-чуть другой формы, что тоже помогает хорошо подготовить учащихся. Например, десятое задание. «Look at the two photos of children. Compare and contrast the pictures». Нам нужно опять-таки найти схожие и различные в данных картинках. Такое задание у нас есть в ЕГЭ, в четвертом задании, поэтому все это будет очень хорошо работать. Двенадцатое задание также соотносится с ОГЭ и ЕГЭ, где говорится о том, что нам необходимо посмотреть на картинки и объяснить, что же делают эти дети и почему. Итак, в качестве заключения хотелось бы сказать вот что. Дополнительное пособие компенсирует проблемы в базовом образовании, как мы с вами посмотрели, помогает построить индивидуальную траекторию группы, готовит к ЕГЭ, помогает приобретать умения для решения практических задач, которые связаны с успешным продвижением на рынке труда, например, бизнес-энглиш, так, сейчас отвечу на вопрос, помогает, так, являются поддержкой изучения общеобразовательных предметов на продвинутом уровне, расширить ряд тем, интегрирует все полученные знания в единую целостную картину мира и должны удовлетворить интересы учащихся. Так, вот Елена пишет, а можно ли оформить заказ по телефону? Да, можно, на любой нашей книге есть телефоны, есть эти телефоны у нас и на сайте, пожалуйста. Так, Елена П., напишите, пожалуйста, на shopsobakatitle.ru, они вам подскажут, как поступить. Так, хорошо, ну, а теперь хочу вам еще раз кратенько показать, какие у нас новинки вышли, особенно для тех, кто пришел в самом конце. Итак, последняя новинка этой весны, абсолютно уникальная книга, метапредметный портфель, автор Алена Евгеньевна Козеевичева, который позволяет проводить мониторинг в четвертых классах и развивать метапредметные умения. Совершенно замечательная книга итоговой контрольной работы Клары Сакана Каффмана и Марианы Юлины Каффмана, которые помогают провести контрольную работу на предметные умения у четвероклассников. Это ОГЭ, английский язык, чтение, тренировочные тесты автора Кащеевой, который помогает совершенно замечательно подготовить к этому разделу, и в нем заложены очень интересные тексты. Еще одна долгожданная новинка для многих, это выход последних шагов, 12 шагов, 9, 10, 11, 12, они вышли, ими можно воспользоваться, очень скоро мы покажем вам массу из них примеров на последующих вебинарах. И, собственно говоря, было много вопросов по заказам, сегодня можно воспользоваться еще и скидкой. Скидка сегодня работает на две книги, это на предметный портфель и итогово-контрольной работы Клары Сакана-Калфуна и Марианы Юрины Калфуна в четвертом классе. Как их заказать? Вам нужно написать на shopsobakatitle.ru в теме письма у Класса Добрый вечер! Понравились какие-то другие книги, которые я озвучил, либо которые вам понравятся в интернет-магазине, напишите их отдельным списком, чтобы не создавать просто два заказа. Такая скидка поможет вам получить книги практически с бесплатной доставкой. На этом у меня все. Если у вас есть вопросы, вот я вижу от Бориса Ивановича отвечу, то задавайте их. А сейчас хочется выложить вам то, как получить сертификат для некоторых очень долгожданный, для всех других наконец-то тоже получаемый. И выкладываю код для сертификата. Так, значит, опубликована ли авторская рабочая программа 12 шагов? Она сейчас находится на рецензировании. Как только пройдет рецензирование, мы ее, конечно же, опубликуем. Так, спасибо большое. еще продублируем код для сертификата. Так, так, когда будет выложена презентация к вебинару от 7-го ночи 4-го? Выложим в ближайшее время. Спасибо. Она, я думаю, что появится завтра. Презентация и видеозапись сегодняшнего вебинара тоже появится завтра. Так, раз вопросов больше нет, еще раз продублирую вам код для сертификата. Сейчас верну опять-таки слайд для промо-кода. Не переживайте, потому что как скачать сертификат, я думаю, все уже хорошо знают. Спасибо большое, всего доброго и до новых встреч. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...